Вы употребили слово энергия, оно мне натолкнуло на мысль о том, что у нас, во-первых, традиция такая есть в передаче, я не знаю, в курсе вы или нет, мы пиарим кошек. Мы пиарим вот эта нора, мы ей ищем хозяев. Если кому-то она понравится, то она теперь будет ассоциироваться из Дидюлей тоже. Отличное имя, у меня у самого кошка Соня, такая трехцветная, со своим характером, очень непростая, очень часто меня царапает, а для гитариста руки это вообще как бы святое, я не могу удержаться, чтобы с ней позаигрывать, поиграть, она очень-очень такая, непростым характером, и вы знаете, кошки они многому нас могут научить, потому что с ними должен быть диалог, кошка может ревновать, кошка может очень по-особому относиться к гостям, которые приходят в дом, и это очень интересно наблюдать за наши взаимоотношения с животными, как они вообще входят в дом, как они вживаются. Мне хочется, чтобы у норы появилась хороший хозяин, добрый, любящий. Друзья, обратите внимание на эту кошку, я сегодня буду играть, она будет тоже слушать музыку, и это, мне кажется, будет хорошим стартом для новой жизни. Спасибо вам. А, кстати, Соня, она откуда появилась? Это подарок? Моя жена нашла маленьким котенком в метро, она почти погибала, прям маленький котенок с ладошку. Женя, моя супруга замечательная, она нашла ее в метро, взяла домой и, собственно, выкормила из маленькой соски, из пипеточки, потом она подрастала, подрастала, и сейчас это наш потрясающий друг семьи, и она просто нас радует, но иногда и может очень показать характер. Я вот по своим рукам, по своим каким-то царапкам это знаю. С ними нужно быть в диалоге, с ними нужно общаться, и у нас был период, когда кошка очень сильно стала ревновать. И никак... Баз целиком как семью или кого-то... В семье, в семье одного из членов стала проявлять ревностное чувство, и она начала потихонечку как бы метить, метить, метить там и сям. И знаете, что как мы решили эту проблему? Я просто взял с кошкой, сел и поговорил. Реально, как живым человеком, по-взрослому, совершенно на серьезных интонациях сел и с ней проговорил ситуацию. С этого момента все прекратили все проблемы. То есть они понимают интонацию, они понимают диалог. Это социальное животное, оно не зря в нашей жизни, в жизни человека находится. Поэтому... Кроме того, вы не знаете, они обладают терапевтическими свойствами. Однозначно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24.